Чёрное море В свой час суток природы и Коктебеля В свой час сущности Я всё-таки совершенно серьёзно думаю, что Коктебельский пейзаж Один из самых красивых земных пейзаж Кемерия, древняя земля, воспетая Гомер Огонь и вода, вулканы и море источили её рельефы Стерли её плоскогорья Кемерия, связанная исторически с судьбами средиземноморских стран Всегда лишь была захолустьем истории А Феодосия? Провинциальный городок Здесь я получил первую прививку литературной славы Когда кругом цвела весна Когда ещё мы юны были Под обаянием красоты Мы жили, верили, любили После того, как меня исключили из университета О чём я никогда не жалел Я обошёл пешком почти всю Европу Путешествовал за гроши Зарабатывала жизнь журналист Я люблю быть популярным От читателей не скрою Что это? Это строчки из моих стихов Вы знаете, каждый поэт мечтает об этом А я всегда помогал молодым и талантливым стать знаменитыми И Марине Цветаевой я читала А Марина писала обо мне? Ну да Макс для поэтов и для женщин был провидением Я могу видеть Марину Ивановну Цветаеву? Я Я Макс Волошин К вам можно? Очень Цветаева стихах не думает Цветаева стихах живёт Это старая статья Я написал её больше месяца назад А вам так никто и не сказал? Нет Я газет не читаю А мой отец до сих пор не знает, что я выпустила книгу Возможно, знает, но молчит И в гимназии молчат В гимназии? А что вы делаете в гимназии? Пишу стихи Знаете, я в гимназии занимался тем же самым Можете снять? Очки? Да-да, очки Потому что ничто так не скрывает человеческое лицо, как очки А я предупреждаю вас, я без очков ничего не вижу А вам и не надо ничего видеть, это я должен видеть вас У вас прекрасная голова Отличной формы А голова для поэта это самое главное Вы написали портрет Марине Цветаевой? Нет, я с неё делал только снимки Вы фотограф? Да, я был фотографом Так кто же вы в большей степени? Поэт А живописью я стал заниматься больше после истории с Репиным в 1913 году Вы не знаете? Доброе утро! Покупайте доброе утро! В Третьяковской галерее совершён акт вандализма Картину Репина порезал иконописец Сын миллионера Балашов Представь себе Репин Обвинил представителей нового искусства То есть меня и Бубновой Валет В том, что мы подкупили Балашова И это в ответ на мою статью И что будешь делать? Прочитаю лекцию В Политехническом музее Своей натуралистической манерой Репин достигает Такого потрясения у зрителя Что как будто бы Человек сам становится Свидетелем преступления Изумительно то, что никому не пришло в голову Что в лице Балашова мы имеем дело не с преступником А с жертвой репинского произведения Его вина в том, что он поверил Репину вполне Обратите внимание на характер порезов в картине По направлению порезов Становится понятным, что Балашов метил именно в глаза Изображать ужас Имеет право только тот Кто сам в себе его преодолел Такого рода эффекты В искусстве недопустимы За проступок Балашова За проступок Балашова Должны были бы в Древней Греции Судить Репина Как соблазнителя Макс, как Вы были правы Везде, в кино, в детективах Просто царит этот современный натурализм Вы знаете, я тогда предложил такие картины Помещать в большой европейский паноптикум С надписью, только для взрослых Должна Вас огорчить Сейчас эта картина висит в Третьяковке А что сам Репин? Он назвал меня очень приятным и воспитанным господином И очень удивлялся, почему мне не нравится его картина Пятое мая 1911 года После целого дня певучей арбы По дорогам Крыма я впервые вступила на Коктебельскую землю Прямо перед Максиным домом На встречу мне уже бежал новый Макс Макс Коктебеля Макс легенды Макс широченной улыбки гостеприимства Марина, а теперь я вас познакомлю с мамой Елена от Табальдовна Волошина Елена Табальдовна Про от прабабушки Из одной мистификации Про матерь здешних мест О ней одной можно целую книгу написать Елена Табальдовна Волошина рассказывала Что когда Макс и Маргарита поженились К ним на обед пришла маленькая трехлетняя девочка Когда она увидела молодоженов Что воскликнула Мама, почему эта царевна вышла замуж за этого дворника Час настал Прощай, царевна Я устал от лунных снов Мы друг друга не забудем И целуя дольний прах Понесу я сказку людям О царевне Таях Макс, без твоего мифа Елизавета Ивановна Дмитриева Так бы не стала черубиной Макс, скажи, а черубина Это от херувима? Максимилиан Александрович А... Как вам кажется? Могли бы вы угадать Какой у меня самый любимый камень на побережье? А мой любимый камень В первый же день знакомства Подарил мне Сережа Ефроу Это была моя судьба На всю жизнь На следующий год Мы с ним поженились Если давать образ Макса пластически То Макс Шар Земной шар Однажды после нашей размолвки Он написал мне в письме Итак, до свидания До следующего перекрестка То есть Когда я снова попаду в зону его влияния Марина, вы поссорились? Нет Нет, поссориться с Максом Было практически невозможно Он был великий миротворец Я читала, что во времена гражданской войны Он прятал в своем доме То красных, то белых Да Его стихи нравились И красным, и белым Потому его и запрещали То красные, то белые Максимилиан Александрович Ну, при всем моем уважении к вашему творчеству Благодарю Но Маркс негодяй и изменник Господин комендант Я имею по этому поводу иное мнение Ну, одно из двух Либо он за красных, либо он за белых Здесь третьего-то не дано Идет большая мировая война Я думаю, что не стоит никому втягивать В наши международные споры Голубчик, ну он же был начальником Отдела народного образования у красных Белые за Францию Большевики за Германию Все в мире идет к тому, что Рано или поздно, в конце концов Кто-то будет либо за Францию, либо за Германию И только один Маркс За просвещение России Ну да, да, есть у нас неопровержимые факты О том, что немцы поставляли амуницию красным Вот видите? Так кто предатель? Тот, кто за Францию или тот, кто за Германию? Вы меня убедили Эй, кто там? Выбежите пропуск господину Волошину в Керчь И госпожа Маркс Двойной пропуск Господину Волошину и госпожа Маркс Получить в канцелярию? Только как вы туда попадете, я не понимаю Макс Макс Что вы делаете? Я молюсь За Никандра Александровича? Нет За Деникина Простите, я Я вас не понимаю Молиться надо за палачей, а не за жертвы Да, дорогая Обедайте без меня Много работы До вечера Что у вас мете? Давайте Ваше превосходительство Приговор военно-полевого суда Генерал-лейтенанту Марксу Лишите всех прав состояния Четыре года каторжных работ Да его быстрее расстреляют Что-то еще? Да, и еще Личное письмо по поводу генерала Маркса От кого? От поэта Максимилиана Волошина Как? Волошин в Екатеринодаре? Не знал Я думал В Крыму Все вытяните Ну как? Приговор утвержден Генерала Маркса Лишить всех прав И разжаловать Ах да Бывшего генерала Генерала освободить немедленно Передайте генералу Деникину Что он блестяще решил Эту Соломонову задачу Макс и я На веслах турки Контрабандисты Едем час Коктебель за много миль А это Марина Вход в Аид Сюда Орфей входил за евредикой Ваид Марина Надо входить одному И ты вошла Одна Я не счет Я только средства Как эти весла Сколько меня водили по черным ходам жизни Заводили и бросали Выбирайся как знаешь Что видела кроме чернейших людских ходов А вот что Макса Водившего меня воид с собой И без себя Если давать образ Макса пластически То Макс Шар Земной шар Планета Спутник Который вращается возле невидимого светила Макс Ты совсем не веришь в зло Марина Каждый человек имеет право на свое место под солнцем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok